Мы будем молиться о чуде в твоей судьбе, о бесцелении, которое ты, может быть, так долго ждешь. И, может быть, ты уже и потерял надежду, или веру, или она ослабела у тебя, и ты не знаешь вообще, возможно ли, чтобы что-то изменилось. Я верю, что сегодня Господь хочет прикоснуться прямо там, где ты находишься, к тебе. Передо мной стоит эта картина, как одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, она пробилась сквозь толпу. Интересно, но евангелист, описывая ее историю, использует такую фразу, что она истратила все состояние свое для того, чтобы получить исцеление. И все это было просто напрасно, не было никакой помощи, и она дошла до крайнего состояния в своем организме, в своем здоровье. Но она поверила, что как только она прикоснется к Иисусу, она получит исцеление. Я верю, что сегодня Господь смотрит на твое сердце. И если ты веришь, ты можешь прикоснуться к Иисусу прямо там, где ты находишься, возле твоего гаджета, возле твоего компьютера или экрана телевизора. Потому что Дух Святой прямо там, где ты находишься, прямо там Он есть. Для Него нет расстояний, не существуют никаких границ. Он Бог, Он вездесущий. Он здесь, в Новосибирске, Он в тех молитвенных комнатах, где молятся братья и сестры о твоем чуде, о твоем исцелении. И Он в твоем месте, там, где находишься ты. Поэтому напиши, пожалуйста, о своей молитвенной нужде. Свяжись с нами прямо сейчас по номеру, который ты можешь увидеть на экране телевизора. Вы можете использовать также вайбер или ватсап, или отправить смс, или по скайпу написать нам. Пишите через мессенджеры, а также на сайт нашего канала ТБН. И сила Божия, которая невидима для человеческих глаз. Но мы знаем, апостол Павел говорит, из невидимого происходит видимое. Вначале духовное, потом душевное. Хотя в другом месте апостол говорит, что вначале душевное. Но на самом деле в духовном мире происходят вещи. И из духовного вещи притекают, происходят. Они приходят в наш человеческий, естественный, видимый мир. Поэтому в духовном мире сила Божия прикоснется к тебе. Когда мы будем молиться, и ты будешь верить в это. Сегодня мы коснемся, и мы будем вместе с вами говорить о том, что Бог твой предназначил для тебя свободу. Свободу от родового проклятия, от грехов отцов, предков. Это означает, что если папа или мама не дожили до глубокой старости, ушли из жизни раньше времени, и ты подходишь к этому возрасту, и где-то на подсознании страх поднимается, что может быть и твои дни заканчиваются. И ты слышал, как кто-то говорил в твоем роду, что у нас не доживают до глубокой старости, что где-то там в 50-60 лет у нас практически мы все уходим, умираем. Вот посмотри на бабушку, вот посмотри на маму твою. И где-то внутри у тебя эта мысль, она поднимается, и снова тебе кажется, что возможно и ты уже сейчас в то время, когда должен заболеть, и может быть твои годы уже сочтены, и они совсем немногие на этой земле. И я хочу сказать, что Иисус пришел для того, чтобы дать тебе свободу, свободу от этого страха, от этих навязчивых мыслей, и освободить тебя от проклятия преждевременной, безвременной смерти, преждевременного прерывания жизни, от проклятия или от грехов предков. Мы будем говорить о свободе и молиться о свободе от болезни. И я, получав в своей жизни исцеление, моя мама была исцелена сверхъестественным образом. Это было чудо, в действительности чудо. В моей жизни было, наверное, 5 или 6 таких драматических, ярких моментов исцеления моей судьбы. Я в юности очень сильно заикался. Помимо этого, Бог исцелил меня от болезни спины, от болезни искривления позвоночника. И было несколько других моментов, где сила Божия просто опускалась на мой организм. И я был исцелен сверхъестественным образом. Я был исцелен. Я хочу сказать, что это не только в прошлом. Это может быть сегодня, сейчас, прямо там, где ты находишься. Сила Божия, она опустится на тебя. Мы будем молиться сейчас, чтобы ты принял свое исцеление. И ты можешь получить исцеление прямо сейчас. Перед молитвой я хочу прочесть один стих. Написано в книге Псалмов, 106-й Псалом, 20-й стих. Эти слова, которые я очень сильно люблю. И я хотел бы, чтобы вы услышали это. Может быть, вы слышали не один раз уже. Но услышу это сердцем. Помните, там в Библии написано, что однажды сказал Господь, а я дважды слышал. И дальше сказано, что сила у Бога. Дважды. То есть один раз с ушами своими, а другой раз с сердцем своим. Всем внутренним миром. Прямо услышал. Я прямо услышал это. Я прямо получил это слово. Я прямо принял это слово. Оно прямо вошло в меня. И я услышал второй раз. И вот это слово, которое я хочу, чтобы вы услышали. Дважды услышали. Написано, послал слово свое. 106-й псалом, 20-й стих. И исцелил их, и избавил их от могил их. Вместо вот этого слова их, поставь свое имя. Послал Бог слово свое. А ты принял его. А ты услышал его своими ушами физическими. И услышал его внутренним своим миром. Просто схватился за это слово. Что он Бог твой. Что он исцелитель твой. Что он даст тебе долгие годы жизни. Благословенные. Счастливые. Что ты не должен прозябать или просто коротать дни. Ты не должен жить в страхе. Ты не должен повторить судьбу. Негативную. Ту часть судьбы своих предков. Ты не должен повторить грехи, проклятия своих предков. На тебе остановилось все это. Ты в благословении. И ты принимаешь это слово. Послал слово свое. Аллилуйя. Кто-то прямо сейчас принимает это слово. Послал Господь слово свое. Послал прямо к тебе. В твою комнату. В твою ситуацию. В твою болезнь. Прямо сейчас. Послал слово. Просто послал Господь Слово, принимай это Слово, послал Слово свое и исцелил, вместо их став свое имя. Исцелил меня, скажи, я принимаю, Господь, твое Слово, я принимаю твое исцеление. Слово Божие, внутри этого Слова есть исцеление. Оно может быть напрасно, просто для тебя послало, если ты не поверишь. Иисус не мог совершить многих чудес и знамений в своем же городе, в Назарете, из-за неверия. Иисус в твоей судьбе не сможет ничего сделать, если ты не поверишь. Но если ты поверишь, ты примешь это Слово, послал Слово свое и исцелил тебя. Аллилуйя! И избавил от могилы жизнь твою. Пусть прямо сейчас твоя вера активируется. Давайте помолимся, прими это Слово, что твой Бог, целитель твой, что Бог предназначил для тебя жизнь безболезни, жизнь в благословении, жизнь в исцелении, жизнь в свободе от грехов своих предков, жизнь победителя, потому что Иисус победил и болезнь, и грех на Голговском кресте. Отец Небесный, я молюсь о том, чтобы твое прикосновение было прямо сейчас каждому человеку, кто верит. Во имя Иисуса мы высвобождаем Божию силу, Божие присутствие, Божие помазание. Аллилуйя! Огонь с Небес, прикосновение Святого Духа пусть произойдет сейчас. Во имя Иисуса. Божие, я молюсь о том человеке, который с верою приходит к тебе. Возьми свою руку, положи прямо на то место, где ты чувствуешь, что у тебя что-то не так в организме. Недомогаешь, болеешь, ты чувствуешь слабость. Ты, может быть, чувствуешь слабость в головной, то есть боль головная, или внутри организма твоего. Где бы это ни было, возьми свою руку, возложи, и давай вместе сейчас будем провозглашать. Господь, ты исцелитель мой. Господь, ты мое здоровье. Господь, ты жизнь моя. Господь, ты победитель мой. Боже, я принимаю Твое слово. Я принимаю Твою силу. Я прошу, прикоснись ко мне прямо сейчас, Господь. Прикоснись ко мне и дай мне освобождение от болезни. Дай мне освобождение от всякого страха, от грехов моих родителей. Во имя Иисуса Христа я принимаю свободу. Я принимаю жизнь новую во Христе Иисусе без болезни. Я верю Тебе, Иисус. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Я поклоняюсь и благодарю Тебя во имя Иисуса. Аминь и аминь. Оставайтесь в этом присутствии Божьем. Дух Святой прямо сейчас продолжает работать над Твоим организмом. Нужно иногда время Духу Святому, чтобы физически естественные процессы остановить, чтобы исцеляющая сила Божия все повернула в другую сторону, и Ты восстанавливался. Просто продолжай принимать Божие присутствие, Божие прикосновения и исцеляющую силу Божию, которая касается прямо сейчас Тебя. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова